Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролок и практик. Сегодня мы с вами погадаем на вот этой замечательной колоде Таро Музы, на замечательную тему. Это случится уже в ближайшие дни в вашей жизни. То есть мы посмотрим прогноз на будущее на ближайшие несколько дней. Что у вас случится в ближайшие дни. Будет небольшой расклад. У нас с вами будет 4 позиции по традиции. Напоминаю, что видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета. И значит оно актуально для вас прямо сейчас. Вот такая колода. Интересная, красивая. Очень она мне нравится. Итак, давайте ее перемешаем. И как обычно у нас будет с вами в начале видео. Послание вселенной для тех, кто смотрит с самого начала. То есть мы сдвинем колоду три раза и посмотрим дно колоды. Сдвигаем. Представьте, что пришли ко мне на кофе. Уж очень я люблю кофе. Смотрим, что там на дне колоды. Какое послание вселенной. Ага. Тут у нас с вами показано, вот смотрите, очень интересная такая ситуация. Как, можно сказать, ангел, высшие силы, вселенная нам помогает, держит нас, поддерживает нас. То есть вот вас сейчас поддерживает своей рукой вселенная, можно сказать, над пропастью. Эта вселенная, этот ангел свою руку подставляет под острые шипы, а вы в безопасности. Вот насколько это глубокая и приятная карта. Конечно же, мы понимаем, что карта доносит информацию, вас высшие силы защищают, берегут. У вас могут быть какие-то там неприятные ситуации, но вы их буквально можете избежать в ближайшие дни, просто потому, что бог высшие силы, вселенная на вашей стороне. Очень классно, очень интересно. выкладываем четыре позиции. Это случится уже в ближайшие несколько дней вашей жизни. Первая карта будет то, что происходило совершенно недавно в вашей жизни. Какие-то события, которые были на днях или просто недавно. По этой карте вы ориентируетесь. Сегодня я решила обозначить очень интересно наши карты, наши позиции. Смотрите, первая позиция. Дальше, значит, вторая позиция. Вторая. Смотрите, как интересно. Третья позиция. Третья, я говорю, вы ко мне пришли на кофе, на чай. И вот такая необычная четвертая позиция. Вот такие у нас сегодня позиции интересные. первая, вторая, третья, четвертая. Выбирайте то обозначение, которое вам наиболее близко. И те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код, А мы сейчас с вами начинаем с самой первой позиции, остальные я пока все убираю в сторону, да. итак, начинаем прямо-таки с самой первой позиции. Давайте смотреть. Первая карта у нас это в каком аркане недавно происходили, ну, в рамках какого аркана недавно в вашей жизни происходили события какие бы то ни было, да, что было в вашей жизни, в каком аркане вы, так скажем, живете. и здесь у нас вот смотрите, прямо-таки крылатый конь, крылатый конь, он сразу же мне как знак, да, показывает, что в вашей жизни может быть был какой-то полет, перелет, потом, ну, что еще, поездка, командировка, да, и получается, значит, вы ездили куда-то, то есть у вас было путешествие или просто какое-то постоянное передвижение, может быть, к вам был неожиданный гость, вообще, рыцарь звуков, да, он показывает, что что-то громкое могло такое происходить, это же рыцарь все-таки, и звук, вот звук выражения, голос, да, кто-то подал голос, что-то было такое громкое со стороны, может быть, какого-то мужчины, потому что конь, рыцарь, это выражение мужчины, да, в вашей жизни, плюс, ну, вот он летит прям-таки на своих крыльях, такой необычный, солнце тут, да, вот он такой яркий, все небо, облака, и, да, он может нести какие-то проблемы в вашу жизнь, но все-таки либо вы куда-то перемещались, летали, там, передвигались, либо вот какой-то был у вас такой вот человек, недавно неожиданный, или неожиданные поступки человека, неожиданные разговоры от человека, может быть, то есть вот эта карта несет такую информацию, и вообще, раз вы в этой карте живете сейчас, да, все стремительно как-то происходит, неожиданно разворачивается, вы можете быть на пороге каких-то событий, которые врываются вот прям в вашу жизнь, да, это что-то резкое такое, порывистое, как ветер, да, вот крылья ветер, то есть это вот именно такая карта, очень, ну, очень стремительно, да, скорости добавляет, время может лететь незаметно в вашей жизни именно по этой карте, то есть время проносится просто мимо вас, очень интересно, получается так, что, ну, у вас активная жизнь, да, активная какая-то жизнь, и человек рядом с вами может быть несколько даже агрессивный, но все-таки много говорить, жестикулировать, да, какой-то в вашей жизни играет роль важную человек, который такой вот прям весь логичный, мощный, проницательный, громкий, вот, хорошо, давайте посмотрим, какие события в вашей жизни будут происходить в ближайшие несколько дней, что там такое будет, давайте уже наконец разберемся, 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 смотрите, как получается, да, идет момент, что вам нужно будет себя как-то выражать в ближайшие дни, то есть вы, получается, должны показывать людям свои способности, свое вдохновение, свои идеи какие-то в ближайшие дни, то есть демонстрировать свое, может быть, какое-то мастерство, свою фантазию, и могут появляться очень такие продуктивные идеи в вашей жизни, да, то есть вообще туз и шестерка вдохновения и королева материи здесь совершенно точно свидетельствуют просто о том, что будут возможности для заработка, будут возможности для самореализации, но только с помощью какой-то своей очень продуктивной идеи, со своего самовыражения, то есть то, то, что у вас внутри подобно ангелу, да, то, что у вас внутри, вот есть какой-то приемник, который от вселенной воспринимает информацию и идеи, вот, ну, какие-то там неожиданные совершенно, необычные идеи, то есть вот у нас внутри у каждого есть такой приемник, я его так называю, да, как радио такое, вы можете настраиваться на нашу вселенную с помощью вот какой-то своей радиостанции, с помощью вот этой, как сказать, с помощью ручки, которая крутится и ловит волну, да, ловит свою какую-то волну, и смотрите, вот тут вдохновение, он показывает, что вы соединяетесь со вселенной, вы начинаете ловить сигнал из космоса, и в голову буквально приходит очень интересная идея, да, вы с помощью этой идеи в будущем можете заработать, об этом сразу же сказала королева материи, она уже такая более приземленная, она уже выразилась в таких земных вещах, да, то есть это материальные вещи, это деньги, это дорогие вещи, и соответственно, ваше вдохновение привело вас к материи, может быть, у вас уже была какая-то продуктивная идея, и она в ближайшие дни найдет свое выражение, может быть, это только в будущем ближайшем, но сам факт, что у вас идет новая информация в голову, эта информация, она также, вселенная, она же всеобъемлющая, она может появляться и от людей, и от вашего поиска там в интернете, вот вы настроились на сигнал со вселенной, она показывает знаки, да, то есть эти знаки могут быть и в интернете, и на баннере на улице, там и на стене дома надпись, и может быть знак даже, там, не знаю, на полу записка валялась, там, да, какое-то слово, что-то услышали, даже птичка пропела, кажется, какое-то слово пропела, вот такое вот, прямо что-то очень необычное, и вы начинаете понимать, вот это и есть моя идея, вот она очень продуктивная, и она очень классная, эта идея, также, конечно, карты здесь показывают, что кто-то в ближайшие дни будет вам помогать, будет с вами сотрудничать всячески, и вы найдете дружбу, может быть, в чем-то лице дружбу, содействие, возможно, это женщина, но не факт, то есть бывает такое, что и мужчина такой душевный, может быть, и выслушает, и поддержит, но чаще всего, конечно, это женская энергия, тем более, что выпала королева, вот, также, ну, шестерка вдохновения, она здесь совершенно точно показывает, не просто помощь от человека, да, и поддержку от человека, а целого иногда коллектива, то есть мы видим здесь одну крупную фигуру, и дальше более мелкие фигуры, однако мы расцветаем-то от чего, от того, что у нас есть окружающие, и если мы видим принятие от этих окружающих, если мы видим принятие от коллектива, мы начинаем быть очень продуктивными, действовать все больше и больше в жизни, понимаете, соответственно, вы вот эту поддержку какую-то получите, также можете получить даже материальную поддержку, конечно, эти карты показывают труд, продуктивность в этом труде, и структуризацию окружающего пространства, то есть вам могут приходить очень хорошие идеи из космоса, по поводу того, как обустроить свое жилье, как украсить свой кабинет по-новому, как переставить мебель, а вы знаете, это очень важно, ну вот правда, это очень важно, вам могут помогать домашние в этом, когда я украшаю свое жилье, когда я все убираю, прибираю, навожу полный лоск порядок, у меня внутри порядок, вот честно, хорошее настроение, хочется творить, записывать видео, работать, что-то делать, описывать карты, почему? Потому что вокруг порядок и красота, что-то поменялось, декорации в лучшую сторону, и я считаю, что у любого человека от этого поднимется настроение, поэтому в ближайшие дни в вашей жизни может просто измениться структура пространства, вы можете купить буквально яркие какие-то вещи, какие-то интересные, необычные, посвященные, например, осени, хэллоуину, вич сизон, что-то добавить, какой-то декор в кабинет или домой, и купить новое одеяло, и вы увидите, как вы расцветаете, как буквально начинаете петь душой, ну вот такая вот у нас первая позиция, очень интересная такая позиция, мне понравилась, очень вдохновляет, я считаю, на то, чтобы вот действительно что-то поменять, что-то поменять в лучшую сторону в своей жизни, хорошо, давайте смотреть позицию номер два, номер два, что произойдет в скором времени в вашей жизни, буквально на днях, и первая карта, это ваша карта, то есть недавние события какие-то, в каком аркане вы живете, ой, опять рыцарь, смотрите, рыцари сегодня, этот рыцарь материи, тут такой вот, я бы даже сказала, не конь, а лошади, потому что, ну прям украшено все, и бусселябрами, из цветов, и цветочек розы, так прям, ну, я считаю, что здесь знак, что если недавно в вашей жизни происходило финансовое прибавление, если недавно в вашей жизни вы себя как-то украшали, именно в материальном смысле, да, то вот она, ваша карта, то есть вы могли покупать уже красивые вещи, вы могли ходить в салоны красоты недавно, покупать новые там наряды, или там на осень одежду, готовиться к этому, и обустраивать что-то дома, вот как будто бы, то есть карта, она такая, движение показывает, и материю, ну то есть, что-то в материальном мире вокруг вас поменялось, но опять же, благодаря вашему хорошему вкусу, да, и ваше физическое тело поменялось, то есть что-то вы в нем изменили, там, в вашем облике, в вашей одежде, в гардеробе, да, в косметике, волосы перекрасили, может быть, вот, если вы мужчина, ну явно в вашей жизни какую-то роль сыграла приятная женщина, и тоже что-то изменила, ну там помогла изменить вашей внешности, повлияла на вашу внешность, как-то очень положительно, или повлияло на то, что вы сделали какие-то благоприятные для себя покупки, может быть, недавно. Хорошо, давайте посмотрим, какие события произойдут прямо на днях. Так, карта выпала, я ее не могу не принять во внимание, да, не могу не принять во внимание, что у нас здесь. Ну, смотрите, сразу же понятно, да, что паш звуков, это тут какая-то дама так на вас смотрит хитренько, вот, можете с подругой пообщаться, но она такая училка, да, однако тут у нас и есть прям-таки позы для фотографии, то есть вот есть у вас может быть знакомая, подруга, коллега по работе, с кем вы будете гулять, например, общаться, сходить в кафе, в кино, но и пофотографироваться вместе, это напрямую может карта показывать, но также это может быть много разговоров с женщиной, голоса, звуки, да, карта означает пажа звуков, голосов, то есть вы можете очень много общаться с женщиной, которая спрашивает ваши консультации, которая спрашивает ваше мнение о чем-то, и она просит помощи, она также может сама давать советы вам по поводу ваших проблем, то есть вы можете с женщиной консультироваться, она может у вас что-то спрашивать, какая-то хорошая, скорее всего, знакомая, но такая вся вот аналогичная и правильная, и уж больно, любит то законы соблюдать, то скрупулезно что-то, да, там подходить к чему-то уж больно педантично, вот, поэтому, когда дают советы, начинают тысячу давать указаний разных, но это для вас сейчас полезно, то есть эти разговоры для вас очень полезны, понимаете, так смотрим дальше, что еще на днях будет прям на днях происходить, да, ну тут, ой, извиняюсь, перевернула, как всегда, тут у нас уже идет, такая карта, знаете, она показывает эмоции, то есть туз эмоций, туз чувств, да, чувств, и соответственно, вы как будто бы отдадитесь каким-то своим любовным чувствам, как бы отреагируете на чьи-то чары колдовские, да, чары, чары колдовские чьи-то повлияют на вас, смотрите, что такое чувства, и когда их очень много, ну, когда вас кто-то все-таки чем-то впечатлил, сказал приятные слова, или вот даже одного слова иногда, или взгляда достаточно, чтобы появилось много чувств, вот кто-то в вас, возможно, противоположного пола, совершенно скорее точно, вызовет эти чувства, да, и вы окунетесь в них, вот прям с головой, соответственно, мы видим здесь как бы девушку, которая чуть ли не слилась уже с морем, там с рыбами, она вся во власти этой воды, понимаете, и, соответственно, ну, вас что-то вот очень сильно впечатлиет, очень, может быть, вас кто-то зацелует, я не знаю, вот во все там губы, щеки, там будет говорить о любви своей, вот пойдет ответная реакция, и вы захотите высказать тоже свои чувства, здесь как бы, как будто любовная история какая-то идет, и много друг другу как бы сначала невысказанного, но все выльется в откровенный, там, я не знаю, разговор, то есть замечательная такая карта в этом плане, конечно, высказанных и прям приятных чувств таких, даже можно по этой карте там свидание, подарок, это понятно, предложение даже, ну, у каждого по-своему, просто, просто говорим о чувствах, да, и чувствуем эти все чувства, так, дальше, семерка материи, ну, тут у нас вот розы, да, розы, много материального проявления, показанное именно цветами, и здесь я вижу, что вы будете трудиться, конечно, что-то делать, очень такое важное для вас, много работы у вас будет на днях, но эта работа вся продуктивная, важная, вы созидаете, вы постараетесь этот мир украсить, сделать лучше, и вы уже украсили окружающее пространство, и себя, скорее всего, но вы будете делать много такой работы, очень важной, еще более важной, чем сделали уже, и, конечно, та карта, она показывает, что вы можете и для кого-то что-то такое материальное сделать, ну, там, помочь кому-то, там, на работе будет много обязанностей, может быть, кто-то спросит вашего совета, вы скажете, давай я тебе вообще, помогу там, да, что-то сделаю для тебя, вместе сделаем, то есть, вы вот такой человек отзывчивый, скорее всего, и может повозиться с домашними, надо будет, да, там помочь, в чем-то, но карта, она также показывает путь, вот смотрите, вот смотрите, видите, такую вот дорогу полосатую, уходящую туда далеко во вселенную, то есть, это всегда говорит о том, что вам открыт какой-то путь, и пользуйтесь в ближайшие дни этой возможностью открытого пути, открытой дороги для вас, раньше эта дорога была закрыта, сейчас этот путь открывается, путь в материальный мир, естественно, там в плане зарабатывания денег, пользуйтесь своими возможностями, потому что вы можете явно увеличить свой достаток в ближайшие дни, ну вот такая вот у нас вторая позиция, а мы идем с вами дальше, в позиции номер получается 3, номер 3, что же вас ждет на днях, что же вас ждет, сейчас я карту уберу, что вас ждет на днях, наш чайник, кто выбрал чайник с чаем, давайте смотреть, что у вас происходило в ближайшее время, и в какой карте вы находитесь, вот карта, которую я описывала в самом начале, это интересно, тут у нас шестерка звуков, шестерка голосов, она показывает, что недавно вас спасли высшие силы от чего-то, что вам угрожало, вас буквально поддержали и уберегли, вы могли быть на грани какой-то опасности, или может быть вам угрожали чьи-то разговоры, негативные, сплетни, зависть чья-то, враги, может быть, могло даже произойти какое-то неприятное происшествие, но высшие силы смогли вас защитить, поддержать, и также, может быть, вам даже какой-то человек помог, более того, вы перешли через пропасть, это значит, что уже совершили некий переход, и избавились от ряда проблем, или от одной какой-то важной совсем недавно, но вот такое чувство, что Божье проведение с вами, то есть вас не хотят высшие силы отпускать, они хотят, чтобы вы были в полной безопасности, главное, не злоупотребляйте их доверием, и тем, что они для вас делают, то есть это важно, ну вот вы уже вот в такой, в такой карте живете, что вас сейчас очень берегут, и стараются для вас ангелы, знайте об этом просто, что если у вас даже что-то плохо, могло быть в сто раз хуже, понимаете, так, смотрим, что на днях происходить будет в вашей жизни, прям интересно стало, иерофант, иерофант, ну вы здесь видите, да, что есть огромный такой, как сказать, образ девушки, а есть тот, который пришел к этому образу и смотрит, вот такое чувство, как заглянуть в себя и понять себя, во-первых, во-вторых, обратиться к духовному учителю или просто к своему учителю по жизни, чтобы он дал совет, то есть вы с кем-то мудрым будете общаться или даже общаться с Богом, мол, Боже, дай мне совет, а я, знаете, что делаю, вот я обычно пишу Богу письма, это очень продуктивно и действительно работает, если что-то намечается, в чем я сомневаюсь или чего боюсь, или что мне нужно пройти с достоинством, какие испытания, да, постоянно прохожу испытания, и вот если мне нужно очередное испытание пройти, я пишу Богу письмо, пишу и прошу, что Господи, помоги мне, пожалуйста, Боже, поддержи меня, я так и говорю, что я твоя дочь, я тебя люблю, и очень прошу помочь мне пройти это испытание, и вот тут что-то подобное может быть, что вы просите пройти вместе испытание, там выйти из трудности, или разговариваете с кем-то очень мудрым, кто может вам помочь, то есть в ближайшие дни у вас именно такое будет, разговоры с высшими силами, да, так, ну, следующее у нас Луна вышла, Луна показывает, что, во-первых, вы будете, может быть, общаться с Луной, какие-то даже делать ритуалы, связанные с Луной, да, или высчитываете, в какое лунное время сделать ритуал, вообще вы как-то связаны, возможно, с магией, с эзотерикой, что Иерофан, Луна, то есть видно здесь, что два старших аркана, что-то важное в ближайшие дни будет происходить, и намечается что-то такое важное для вас, вот, но действительно, это нужно как будто бы пройти, изменить что-то в вашей жизни, осознать, карта, она показывает, что девушка стоит и смотрит на Луну, она смотрит и ищет ответы на свои вопросы, вы тоже в ближайшие дни будете искать ответы на свои вопросы, будете разбираться в себе и в окружающем пространстве, как я могу изменить всё к лучшему, как я могу стать более счастливым человеком, ну, и вообще эта карта связана с омоложением, например, с какими-то процедурами по омоложению, может быть, вы что-то такое будете делать, с косметологией самой по себе, с маникюром, там, не знаю, вот что-то в себе можете менять, ну, так именно для женщин это, да, если вы мужчина, ну, тоже можете, конечно, что-то в себе менять, но уже смысл немножко меняется в вашу сторону, то есть, ну, не знаю, гардероб можете поменять, или даже для машины что-то сделать, но женщина, она во власти, лунная энергия, она становится более женственная, более желанная, более мистическая такая, вы пропитываетесь энергией мистики, и, соответственно, вы хотите быть более обаятельны, выражительны, хороши, но не для кого-то как бы, а просто чтобы гармонизировать себя, то есть, это как для вас украшение себя, для омоложения себя, это некая духовная практика, а не желание завоевать кого-то, то есть, в этом здесь суть, то есть, можете вот над собой так работать, но именно не для того, чтобы кого-то, да, завоевать, и вот он тут же у нас, и вот он тут же рыцарь наш, огненный конь, несется с салютом, прям таки, ну, а реакция незамедлительная, вот смотрите, да, именно на вас-то реагировать будет противоположный пол, понимаете, рыцарь вдохновился и побежал на вас, поскакал, поэтому здесь могут неожиданные быть мужчины, гости, внимание, страсть чья-то к вам, салют прям таки, салют каких-то чьих-то высказываний, эмоций, желаний в вашу сторону, добивается вас мужчина, но вы не имели такой цели, украшая себя и что-то делая, ну, вы будете это делать, но не для него, и вот он мужчина, да, он несется к вам во весь опор, он говорит, ты что-то в себе изменила, ты так похорошела, я хочу тебя видеть, я хочу с тобой общаться, я хочу с тобой куда-нибудь поехать, я хочу добиться от тебя любви, я хочу добиться твоего желания в мою сторону, и конечно, карта, вот такой вот рыцарь, да, вдохновение, она показывает, что человек всеми силами настроен на вас, всеми фибрами своей страстной души и своего интереса, следил за вами, долго хотел пообщаться, а тут вот не мог уже и не выдержал, и начал общаться, и начал с вами флиртовать, там, я не знаю, или заигрывать, или что-то говорить вам такое яркое, звать куда-то, но это реакция на ваш образ, ваш новый образ, а новый образ вы себе явно будете сотворять, из этой энергии луны, прям ткать невидимую, сверкающую сеть, ну вот такая вот позиция номер 3, а мы идем дальше с вами к позиции номер 4, смотрим, что же прям уже на днях в вашей жизни произойдет, что будет, и первая карта показывает, что недавно происходило в вашей жизни, в каком аркане вы находитесь, четверка материя, здесь понимаете, недавно в вашей жизни, могло происходить получение денег, или стабилизация финансового положения, но вы за это как-то держитесь, то есть вы держитесь за свои накопления в жизни, или за свои недавно полученные деньги, а также, конечно, эта карта, она показывает, возможно, сильную привязанность к какому-то человеку противоположного пола, но эта привязанность не мечтательная, как будто человек держится изо всех сил и не может отпустить, как будто бы вы кого-то из своей жизни просто не можете ни в какую отпустить, держитесь за кого-то, это не говорит ни о вашей любви очень сильной, ни о чем, больше всего говорит о вашей психологической привязанности, когда ты держишься, но не знаешь даже за что ты держишься, и может быть у вас недавно, да, происходили такие события, что вы прям не могли кого-то отпустить, и может быть не можете до сих пор кого-то отпустить, и за все держитесь, за материальное, за чувства, за человека, за работу, вот знаете, за все в своей жизни вы слишком цепляетесь, вам нужно отпустить все и начать жить иначе, почему, потому что когда мы цепляемся за мысли, за людей, за установки, за программы наши негативные, позитивные, неважно, за материальное, за что угодно, мы несчастливы, потому что это теперь владеет нами, вот вами что-то сейчас явно владеет, и владеть началось совсем, может быть и недавно, но оно вами сейчас владеет, занимает ваши мысли слишком сильно, отпустите, вы знаете, вы станете очень счастливы, давайте посмотрим, что на днях уже будет происходить в вашей жизни, какие события, что уже на днях будет, дьявол, та же тема, только еще хуже, вы слишком за что-то будете цепляться, но это что-то, или кто-то будет вас прям провоцировать, это делать, управлять вами все больше, может вы держитесь за какую-то привычку, может вы держитесь за какую-то квартиру, я не знаю за что, за мужчину может держитесь, но этот человек, если это мужчина, он вами владеет, будет владеть все больше, и соответственно, он вас все больше будет соблазнять, или вами манипулировать, и ситуация усугубится, но также дьявол может показывать, что вы настолько не можете просто что-то отпустить, что вы начинаете чувствовать себя несвободным человеком, то есть вы уже чувствовали себя несвободным человеком от этой ситуации, но ситуация настолько вами владеет, что вы говорите себе, ну я прям чувствую себя как наркоман какой-то, чувствую себя, что не могу я бросить это, или это, или это, и впадая в такую зависимость, что места себе просто не нахожу, понимаете? То есть вы этот факт будете понимать, что вы места себе не находите из-за чего-то кого-то. Так, смотрим дальше. Ну дальше пойдет лучше, да? Почему? Потому что вы решите завершить этот момент, финал. То есть десятка звуков, голосов, она говорит, что будет финал. Вы решите, пусть меня эта ситуация додавит-раздавит, но я ее отпущу. То есть вы решите с этим покончить. И все. И раз и навсегда. Поставить точку в этом. И я вам так скажу, что вы будете абсолютно правы. Абсолютно. Пусть то, что держало вас, уходит, потому что это важно, чтобы оно ушло. Это очень важно, чтобы оно ушло. И да, вам будет, может быть, не совсем приятно, но вы это отпустите. Вы классный человек, потому что вы, что бы вами ни пыталось руководить, вы это отпустите. Супер, маг. Теперь вы распоряжаетесь сами своей жизнью. Понимаете как? Теперь вы сами распоряжаетесь своей жизнью. Вы молодец. Вы возьмете ситуацию в свои руки и будете по-другому уже себя чувствовать. Вы будете молодцом. Вы будете человеком, который может распоряжаться своей жизнью, создавать свою реальность и делать то, что он хочет. То есть, понимаете, вы освободитесь. Это и есть самое важное событие в вашей жизни в ближайшие дни. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч. До новых встреч.